Однажды я встретил чеченца, друзья, и быстро с ним разговаривались, и нашу беседу в кафе за столом продолжить мы договорились. И очень тяжелый вопрос сразу встал, как люди относятся к старшим, и чем же мальчишке в Чечне повезло, когда вырос самым он младшим. И я говорю ему, мой новый друг, давай расскажу, как у русских. У нас же, как правило, мало детей, и выбор родительский узкий. В семье не рождается много детей, один, в лучшем случае, двое. И ты, как родитель, лишь можешь гадать, кто в старости будет с тобою. Но дальше бывает еще веселее, когда наступают поминки, и ты понимаешь, что в сердце родных остались лишь жадности льдинки. И все, что родители нажили впрок, порою в судах дети делят. И если б вы знали, как валочностью той о близких всем мерзости мелят. Не дружим мы в семьях, и связь непрочна. Такие у русских порядки. Да что говорить, коль бывает порой, что с братом в суде делят грядки. А как у чеченцев? Спросил друга я. Какие традиции ваши? И как поступают с наследством у вас? Иначе или так же, как наши? И мой собеседник Иса говорит. Такого позора не знаем. Чеченец не бросит родных никогда. Мы старших своих уважаем. И младший ребенок обязан беречь. Родители прямо до гроба. В любой даже бедной чеченской семье они достояние народа. В Чечне нет бездомных седых стариков. Войнахи своих не бросают. И каждый мужчина, воспитанный там, старейшин родов уважает. И я вдруг задумался, как это так? Ведь мы, православные люди, неужто нам жалко для близких своих оставить покушать на блюде? Нам хлебушка жалко для наших отцов? И мясо, и три чашки чая? Зачем отправляем их в старческий дом, два раза их в год навещая? В чем наша загадка славянской души? Скажите мне, братцы, как можно в великой России сослать умирать того, кто был всех вам дороже? Давайте учиться беречь стариков. Зачем отправлять их в изгнание? И вместо заботы и детской любви обречь их на стыд и страдания? Не все измеряется длинным рублем. Родителей новых не купишь. А подлость и низость свою никогда до смерти своей не забудешь. Спасибо, чеченец. Поклон тебе, друг, что дал мне урок уважения. Я шел после встречи и не понимал, за что старикам униженье. Постарели мои старики Незаметно, как это бывает И уже с чьей-то легкой руки Мама, бабушка и все называют И все чаще тревожит отец Хоть и делает вид, что здоров Для меня нет дороже сердец, чем сердца этих двух стариков Дорогие мои старики, дайте я вас сейчас расцелую Молодые мои старики, мы еще, мы еще повоюем Дорогие мои старики, дайте я вас сейчас расцелую Молодые мои старики, мы еще, мы еще повоюем Вам обоим к лицу седина И морщинки лучами косыми И я ваши возьму имена, чтоб назвать ими дочку и сына И глаза ваши станут светлей И огня никому не задуть Ведь внучат, любят больше детей Только я не ревную ничуть Дорогие мои старики, дайте я вас сейчас расцелую Молодые мои старики, мы еще, мы еще повоюем Дорогие мои старики, дайте я вас сейчас расцелую Молодые мои старики, мы еще, мы еще повоюем